И учиться, и все понять, и обучать. Поэтому, когда вы делитесь трансляцией с книгой, это может быть помочь. Вот обязательно со всеми евреями поделитесь в вашем окружении. Кто знает, они, значит, могут быть упертые такие, знаете, как Маугли, Карл Маркс и разные там, и так далее. Но евреи обязаны изучать Тору, это для них обязанность конкретной рабы. Бог вывел евреский народ из рабства в Египте и сделал рабами себе. Поэтому евреи обязаны вообще, если евреи не изучают Тору, то проблема у евреев, проблема у всего мира. Поэтому всем евреям в вашем окружении поделитесь прям вот трансляцией, каналом ВАИКРА. И можно даже их насильно обрезать. Если хотите обрезание, скажите, Искак прямо сказал, что надо вам обрезаться. Это не Искак сказал, это Бог сказал, а я просто передаю. Лучше по-хорошему. Лучше по-хорошему сделайте обрезание вы. Хорошо. Сегодня мы поговорим о главе, продолжаем изучать глава Тазрия. Хотя глава очень короткая, но в ней затронута. Это удивительная вещь. Две главы говорят о язвах, да, о язвах, 72 вида язв, которые приходят за злоязычие. Представляете? То есть нет другой темы, только про Мишкан. Это Мишкан, это переносной храм, да, который был в пустыне. Там две главы. И о язвах, о мицоре, о проказе. Две главы. То есть получается, что эта тема центральная вообще в Торе, оказывается, да, что центральная тема в Торе это злоязычие и последствия злоязычия. И казалось бы, да, вот я раньше всегда проскативал эту главу, и как-то я думаю, ну какое оно имеет ко мне отношение? 72 вида язв. Это только священники могли, коины в храме, они могли определить, это язва, это проказа, это духовная нечистота или это болезнь, да. Как-то я думал, она ко мне не имеет отношения, потому что сейчас нет уже храма, нет уже этой проказы, нет, да, духовной вот этой вот. Думал, что неважно. Оказалось, что копнул глубже, 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 что все в жизни человека на сегодняшний день это следствие того, как он пользуется своей речью. И на сегодня у нас нет проказы на теле, да, пятен нет. Хотя может быть, может быть действительно многие кожные болезни тоже сегодня это следствие. Никто не знает причину псориаза, например, сегодня. Никто не знает, у людей выходит этот псориаз, и потом вдруг может уйти, а потом опять может прийти. Всякие экземы, ну масса, масса болезней, которые, которые возникают. И по мнению многих-многих на сегодня уже врачей, что все эти болезни носят психосоматическую природу, то есть они происходят от способа мышления человека и от способа его разговора. И поэтому, конечно, давайте еще раз вдумаемся. Итак, значит, что такое злоязычие, которое запрещает Тора, из-за которого может быть проказа прийти. Значит, в чистом виде давайте начнем с того, что первое злоязычие, которое было в мире, да, злоязычие это правда, которая обижает, которая несет в себе намерение зла, которая приносит зло. Это тоже злоязычие. Потому что человек подходит к другому, говорит, ой, слушай, ты так плохо сегодня выглядишь вообще просто по-уродски. Может, ему так и кажется, этому кто-то говорит. Может, он считает, что он правду сказал. Может быть, он считает, что он просто вообще такой истинный человек, прям все, Тора истина, значит, я буду говорить правду, подходит ко всем. Говорит, у вас пятно, а у вас, значит, там, прич на носу. Ну, нет, это все злоязычие. То есть, он несет людям ту информацию, которую они и так знают, но которая приносит зло. Первый, кто говорил злоязыч, есть то, что называется амоция шемра. Это тот, кто обманывает для зла. Это еще хуже. То есть, тот, который придумывает, как обмануть, это вообще злодей-злодей. И первое, в Торе мы встречаемся, это был змей. Змей пришел и начал, Хави, он начал рассказывать про то, что вот, Бог специально вам лучшее не дал, лучшее дерево он вам не дал. А он вот сам от этого дерева ел и творил миры. То есть, его как бы намерение было зло. Это первое. Потом, второе, что у нас было злоязычие, такое вот яркое такое в Торе, это было, когда Йосеф приходил к отцу и с хорошими намерениями говорил о своих братьях, о их ошибках. Он хотел, чтобы братья исправились. Он был Йосефа цадик, он был цадик, праведник. И он отцу рассказывал, что они, например, там едят от живого, например, да, вот он, или там, что они слишком себя ведут с девушками там привольно, да. К чему это привело? Это привело к тому, что братья его возненавидели и они хотели даже его убить. Дальше мы видим, мы видим дальше, самое первое такое яркое вот именно проказа, это была у Мирием, у сестры Машера Бейну. Она была пророчица, она была святая женщина, которая спасла Машера Бейну в детстве. Вы помните, когда мама его, во-первых, она была настолько, как сказать, она была причиной вообще его рождения, потому что в Торе рассказывается, как она пришла к своему отцу, который перестал жить с мамой, потому что египтяне убивали мальчиков, которые рождались. И тогда, значит, Амрам, это был папа Машера Бейну, значит, он был глава колена Леви, и он сказал, что мы разводимся с женами, потому что какой смысл рожать детей, если их будут убивать. А она к нему пришла и говорит, папа, ну фараон хочет убивать только мальчиков, а ты-то, можно сказать, убиваешь и девочек тоже, да? То есть ты как прекратил вообще рождение. И она его убедила, он женился, вернулся к жене, и после этого родился Машера Бейну. То есть она была причиной рождения Машера Бейну. И когда она сказала с беспокойством Аарону, своему брату, про Маше, она сказала так, что Маше, он перестал жить со своей женой. Это ее была очень тема волновала, она любила детей, она хотела, чтобы были дети. И эта тема, мы видим, что она ее как бы сопровождала всю ее жизнь, спасать детей. И она говорит, Маше, он перестал жить со своей женой. Но мы же тоже пророки, она говорит, и я пророк, и ты, Аарон, пророк. А чего он перестал женой-то жить? И на что Бог ей сказал, как ты можешь вообще про Маше, он вообще полностью мне преданный, самый скромный из всех людей. У него нет вообще никаких своих личностных каких-то эго, да? То есть если он перестал жить, это значит только по причине того, что в данный момент это было как пророчество. То есть Маше Робену, в принципе, он был в этом мире просто, он был отражением Всевышнего, да? То есть это очень интересно, что в Агадеш-эль-Песах, когда мы в ночь Песаха читали Пасхальную Агаду, там Маше Робену не упоминался, хотя это было о исходе из Едипта, и он был тот, кто выводил и вредстве народа из Едипта. Но его имя ни разу не упоминается, потому что он был полностью, его эго полностью было исчезло. То есть Всевышний сказал, я буду говорить сквозь тебя. И он был просто таким передатчиком, воплощением, Всевышний через него говорил. И Бог говорит Мириам, что же ты так на него говоришь некрасиво? И Мириам покрылась проказа, и 7 дней она была отлучена от ладеря народа Израиля, и через 7 дней у нее проказа исчезла. То есть мы видим, что даже такие вещи, которые могли быть сказаны с хорошими намерениями, ну и точно были сказаны, Мириам не хотела обидеть Маше Робену, она говорила без желания обидеть. Но когда злоязычие, оно приносит вот это вот зло в этот мир, то за него пошло наказание проказа. Теперь получается, если мы это посмотрим на себя, на себя, на свою жизнь, то окажется, каждый из нас коммуницирует с собой и с другими людьми, очень часто используя какие-то уничижительные, негативные формулировки. Теперь претендовать на правильные формулировки не может никто, потому что все формулировки, которыми человек пользуется словами, они очень субъективные. Они имеют отношение к реальности такое же, как имеет меню ресторана к еде ресторана. То есть меню это меню, а еда это еда. И как бы меню не пыталась точно передать даже фотографию блюда, но она же передает фотографию другого блюда, которое еще когда-то приготовили, когда фотографировали меню, или название блюда, или состав блюда, то любое название фотографии, даже фотография, это не является объективной реальностью. Тем более любая речь человека, которую он пользуется, как бы он ни был уверен в объективности своих слов, и прямо это то, что ты говоришь, это факт, это факт. Я тебе, знаете, как люди начинают, на самом деле, я сейчас тебе скажу, вот это факт, это не факт, все, что человек говорит, это уже не факт. Теперь, и вот этот вот не факт, от того, как ты его поворачиваешь, у нас когда-то был целый цикл уроков про лошонараб, про злоязычие, то от этого зависит все в жизни человека, то есть его отношение с людьми, с собой, его настроение, его эмоциональное состояние. Человек не знает, что будет завтра. Вчера мы разговаривали с одним моим родственником, и он, значит, говорит, да, я говорю, как у вас дела? Он говорит, ой, говорит, очень меня беспокоит, что будет дальше. Нет никакой, никакой нету сейчас уверенности в завтрашнем дне, значит, никакой нету, неизвестно, что будет дальше. Я говорю, так всегда было неизвестно, что будет дальше? Он, не-не-не, вот в Советском Союзе мы жили, у нас было известно, что будет дальше. Я говорю, ну вы себя услышите, как вам казалось, что было известно, что будет дальше, но вас-то реально обманули, этого не было? То есть там была иллюзия того, что есть вот уверенность в завтрашнем дне, работа, пенсия, там какая-то стабильность, да, защищенность. Но это была иллюзия, потому что в один момент это все исчезло. Поэтому у человека нет уверенности в завтрашнем дне никакой, ни у одного. Но есть человек, который наполняет вот это будущее, наполняет верой в Бога. Даст Бог день, даст Бог пищу, Бог меня любит, Бог обо мне позаботится, Бог заботился о всех поколениях моих предков и обо мне. И он наполняет свое будущее любовью к Богу и позитивными интерпретациями отношения Бога к себе и свое к Богу. Да, и у него вдруг будущее, оно превращается в такую, знаете, надпись, да, «In God we trust», Богу мы доверяем, я верю Богу, я верю, доверяю ему, что даст Бог день, даст Бог пищу. И у него, оп, наступает спокойствие. Но почему? Позитивная интерпретация, позитивная, то есть это обратно от Лошонара, потому что злоязычие, это было бы сказать, да, я в Боге сомневаюсь, а вот он делал вот так, 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 а еще так, 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 а вот катастрофа была, а вот то, а вот все. И что получается? Получается, что ну и что? Ну ты можешь сказать, увидеть в бочке меда ложку дегтя, можешь, безусловно. И можешь интерпретировать, что эта ложка дегтя будет всегда во всех бочках меда, и вообще меда не будет, и будут бочке дегтя, а меда там вообще-то не будет, опять обделят. Да, есть такие люди, которые крайне такие негативно настроены к своему будущему, то есть они ожидают от будущего только плохо. Теперь, ну это все называется одним словом, злое язычие, Лошонара, это неправда. Теперь дальше. Дальше, значит, человек, взаимоотношение человека с собой. То же самое. Можно себя, кто я? И тут ответ на этот вопрос, он абсолютно, абсолютно многозначный. Кто я? Какой я? Я божественная душа, а я уже вообще, я с Богом одно целое, да? Можно так сказать? Можно на каком-то уровне, да? Ну и так далее. То есть все построено на том, насколько ты выбираешь быть в своих формулировках позитивным. Насколько ты избегаешь злоязычия, насколько ты избегаешь негатива, насколько ты избегаешь конфликта в своих формулировках. Потому что, ну, понятное дело, что можно, человек, который хочет получить себе конфликт, он получит. То есть он может воевать, нападать. Хорошо. Это как бы суть вот этой вот главы, главы Тазрия и суть следующей главы Митцора, проказа, да? Дальше будет говориться про одежду, про дома. Что сущность вот этих вот двух глав, которые рассказывают нам о кожных язвах, которые выходят как следствие за злоязычие, суть приучит нас за эти две недели именно быть осторожными в своих высказываниях во всех. И можно даже идти от обратного. Я лично очень сильно люблю, люблю очень сильно, знаете как, вот из проблемы делать цель. Это очень простая методика, сейчас я вам покажу как. Вот, например, я боюсь сказать злоязычие, да? Я боюсь сказать какие-то вещи негативные. Теперь, если я буду бояться сказать негативные вещи, то я нахожусь в страхе, я все равно нахожусь в каком-то таком осознанном состоянии, таком, знаете, как такое тревожно-осознанное, как бы мне не согрешить. Отлично, это называются религиозные люди, в Израиле называется харидим. Харидим это тревожащиеся, то есть настоящие ортодоксы, они все время тревожатся, нарушат слово волю Всевышнего. Настоящие. Но есть метод, который предложил когда-то Веленский Гаон. Он говорит, вот смотрите, вот у вас есть какое-то качество, к которому вы привыкли, да? Вы привыкли к какому-то качеству, вот золотая середина, да? А вот у вас есть, например, отклонение. Человек негативный, жалобщик, он жалуется, обвиняет, он видит во всем негативное, он всех вокруг критикует. То есть себя в первую очередь, Всевышнего. То есть он в полное такое недовольствие, да, жизнью, строем. Это страшно. Я вчера как раз, значит, есть такой фильм, называется «Чикагская семерка». Как семеро лидеров студенческих протестов вышли на демонстрации в Америке, там, в каком-то 60-каком-то году против войны во Вьетнаме. И после этого устроили суд, такой очень известный фильм. Их судили. Их судили, значит, и потом им дали сроки, несправедливый суд. И мне было интересно, что стало с ними дальше. Я зашел в Витипедию и погуглил. Значит, они, двое главных, которые были зачинщики этого процесса, одного звали Хоффман, Эбби Хоффман, а второго звали Рубин. Фамилия, не помню, как звали. Фамилия Рубин. Два еврея, два профессора. Один профессор психологии, который еще учился у Абрама Слоу, Эбб Хоффман. И второй, вот этот Рубин, он профессор социологии, доктор наук. То есть, где они закончили Беркли с отличием, там. Ну, такие прям реальные, очень были они интеллектуально сильные люди. Теперь они были анархисты. Они выступали против строя, да. Им не нравилось общественное строе в Америке. Они выступали. Анархисты такие, да, хиппи. Хиппи-анархисты. Теперь они употребляли наркотики. Они выступали, как сказал на суде Эбби Хоффман. Он сказал, мы намереваемся нарушить все законы, которые действуют в Америке, включая закон всемирного тяготения. Он так пошутил. Теперь, но дальнейшая жизнь. Хорошо, ты не веришь в законы общества потребления. Ты не веришь в законы, по которым живет обычный мир. Но у тебя есть два варианта. Ты можешь воевать с этими законами и пытаться их изменить. На что? Вопрос. У них не было на что. Анархия это не... Хаос это не способ жизни. Или ты рушишь, ничего не строя, или же ты выходишь на какую-то более высокого уровня реальность, как Тора, когда ты начинаешь строить свою личную систему взаимоотношения с Богом и с людьми на базе божественных законов, потом ты выстраиваешь отношения с близким кругом, потом дальше, дальше, дальше. А дальше Всевышний разберется. Если будут все с Богом в хороших отношениях, Всевышний сделает мир... То есть зло исчезнет само по себе. Когда ты заходишь в комнату со свечкой, становится немного светло. Тебе не надо воевать с темнотой. Свет, он рассеивает тьму. Если у тебя есть 10 свечек, уже в комнате светло. Если у тебя есть 10 свечек, ты их сложил вместе, то наступает такой свет, что ты увидишь где-то выключатель. И дальше есть такое понятие, когда пробуждение снизу, когда много света снизу, Всевышний включает свет сверху, прожектор. Теперь это тот путь, который когда-то выбрал я. То есть заниматься личностным, своим духовным развитием и действовать правильно в своем микромире. Теперь эти Эпп Хоффман и Рубин, значит один в возрасте 56 лет, он закончил жизнь самоубийством, депрессия, и он закончил жизнь самоубийством. Второго тоже в 52 или в 58, то есть оба они были старше 50, меньше 60. Второго сбила машина, и он умер в больнице. То есть мы видим, что человек, который рушит и отрицает, он даже если он прав, но он рушит и отрицает, и то, что ты делаешь, оно к тебе возвращается. Даже если ты прав, но ты прав, но куда ты идешь? То есть сур мир, а отодвинься от зла и делай добро. То есть ты можешь выстраивать какую-то систему, или ты можешь рушить систему, которая разрушит тебя, все возвращается. Это вчера у меня было такое, как наблюдение. Теперь, что нам сказал Веленский Гаон? Вот, допустим, у тебя была система мышления, или там какое-то негативное качество. Что он посоветовал? Он говорит, если ты будешь пытаться его выпрямить, оно все время будет возвращаться. Он сказал, чтобы выпрямить, нужно перегнуть в другую сторону. На какое-то время перегнуть в другую сторону, и приучить себя действовать прямо противоположным образом. И как говорил Рамбам, великий мудрец, что сердца мыслей идут за Моасим, за действиями. То есть ты можешь действуя, как позитивный человек, ты можешь, говоря, как позитивный человек, ты можешь поставить себе задачу, начать один раз в день кого-то похвалить. То есть один раз в день кого-то поблагодарить, потом на следующий день два раза в день кого-то поблагодарить, два раза в день кого-то похвалить, и один раз улыбнуться. И если первый раз будет улыбка такая натянутая, то уже через неделю два раза улыбнулся, три раза улыбнулся. Все время поднимать вот это вот количество позитивных проявлений физических, позитивных проявлений похвала, комплименты, благодарность, да, 100 благодарностей в день. За что ты благодарен? За очочки, за часики, за телефон, за то, что у нас сейчас на уроке 73 и 43, это 120, 116 человек смотрят в прямом эфире сейчас этот урок Торы. Слава Богу, отлично, понятно, да? И вот вы таким образом перегибаете месяц в другую сторону, через месяц у вас уже будет золотая середина. Хорошо, и сегодня мы в завершении этого урока почитаем 19 глава сегодня Мишлей, притча царя Соломона. Открываем 19 глава. И в 19 главе есть один из самых известных отрывков в Мишлей вообще, которые чаще всего используются, потому что интересно, что этот же отрывок, он повторяется, повторяется он в Псалмах. То есть царь Давид, получается, так как царь Давид был папа царя Соломона, он, очевидно, говорил этот отрывок, и царь Соломон этот отрывок, он у него взял, потому что этот отрывок есть и в Мишлей, и в Псалмах. Значит, отрывок известный, очень сильно известный, отрывок известный, тут есть прямо несколько таких известнейших отрывков, сейчас я вам скажу самые известные, значит, самые известные, 19 глава, отрывок 21, он звучит так, Работ Макшивот Белев Иш, много мыслей в сердце человека, в Отца Ташем, Совет Всевышнего дословно переводится, и такум, он встанет, он будет существовать. Значит, у человека есть множество мыслей, 70 тысяч, от 50 до 70 тысяч мыслей в день проходят сквозь сознание человека, посчитали ученые, это ровно количество секунд, которые человек находится в бодрствовании. И каждую секунду примерно какая-то мысль проходит сквозь его мышление. И, значит, говорит нам царь Соломон, много мыслей в сердце человека, множество их. Работ Макшивот Бли Адамру Цели Асик Машу Лимашаль Лев Нот Байт. Давайте я прочитаю, интересно, тут есть объяснение. Человек хочет достигнуть что-то, например, он хочет построить дом. И он думает много на эту тему, и у него есть много планов, и в конце концов он решает, что буду строить. Есть у него какое-то конечное решение. В отца дашем и такум, значит, совет Бога, он будет. Объясняет Виленский Гаон, как раз мы его сейчас вспоминали с его методом исправления качеств. Объясняет Виленский Гаон, что та мысль, которая будет, будет ей существование, которая станет реальностью, да? Вот это и знак, что это был совет Бога. Интересное, да, такое размышление? Смотрите. То есть мы по конечному результату понимаем, что это была задумка Бога. Человек замышляет, замышляет, замышляет и принимает решение. Потом он делает. Если получилось, значит, это решение было одобрено Всевышним. А если не получилось, было неодобрено. Бог, значит, у человека есть множество, то есть во внутреннем мире у человека есть множество возможностей думать, принимать решения, размышлять, по каким и так далее. То есть он все это полностью свободен в своих размышлениях. Но тот путь, который будет человек идти, он уже этот путь, он был, нельзя сказать, что он продуман и предопределен был Богом. Потому что человек в прошлом же делал какие-то действия. Он выполнял заповеди, он молился, он с кем-то договаривался. То есть человек создал в прошлом огромный массив векторов силовых, которые влияют на завтрашний день человека. Всевышний учитывает все эти векторы, все договоренности, все, что человек делал вчера, то, что называют на Востоке кармой, да, то, что человек делал вчера. И потом, когда человек принимает какое-то решение внутри, у человека есть свобода выбора, он внутри выбирает, и он начинает действовать по своему решению, то это решение, если оно совпадает с, можно сказать, судом Всевышнего, который Всевышний вынес решение на базе предыдущих действий человека, значит, решение человека, совпавшее с решением Всевышнего, оно становится реальностью. Вот так оно работает. Понятно, да? Хорошо, дорогие друзья, значит, это был самый известный отрывок, дальше я вам советую прочитать 19-ю главу, ее прям проучить, проучить, каждый день изучайте одну главу. У вас есть возможность это делать в боте «Жизнь по Торе», да, в Айкра «Жизнь по Торе», это наш обучающий бот. Канал Айкра, где проходят уроки, да, вот сейчас вы смотрите, 45 человек смотрят урок в канале Айкра в Телеграме. Это канал, где идет информация, где идут уроки, но главная обучающая наша платформа – это чат-бот Ваикра «Жизнь по Торе». Там вы подписываетесь, и там вам приходят уроки, которые вы выбираете, там у вас есть возможность изучать Мишлей, есть возможность получать советы, советы от Рэба Любавичского. И очень вам советую, рекомендую, пожалуйста, значит, сделайте свой сейчас вывод. Изучение Тора – это работа. Зафиксируйте свои выводы, да, один, два до трех выводов. Зафиксируйте, пожалуйста, эти выводы. И с помощью этих выводов – это как семена, которые пустят корни в вашей жизни. То есть вы, Тора – это точно Совет Всевышнего. Тора – это абсолютно точно путь добра. Тора – это беспроигрышный вариант принимать решения. И Тора – это продолжительность жизни, это здоровье, это все. Все, удачи, успехов всем, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. И чтобы ваши действия, которые вы делаете по отношению к другим людям и по отношению к миру, чтобы они давали вам большую силу получать от Всевышнего все это добро, которое он для каждого из нас приготовил. И только ждет, чтобы мы, значит, сделали набор правильных действий и попросили у Всевышнего. Все, удачи, успехов, до завтра.